Радио 54 Молодежь, отхват молодежи Так как сегодня, к сожалению, в театры Стало мало ходить, вот этой публике конкретно И потерялся интерес Так как ставят вот Вишневый сад Уже, который раз мы видели уже В разных абсолютно интерпретациях И уже Выжили все, что возможно, на мой взгляд Мне кажется, нужно делать что-то новое, шагать дальше А вы, так сказать, а не замахнутся ли нам На толки на нашего, понимаете Да И замахнемся, да, ну и как получилось? Ну, это Было на немецком языке Это было Хоббит Да, потому что его проще, мы сделали Костюмы, декорации Там не надо 6 часов за кольцом идти Все было проще, это было на 30 минут И в комедийном варианте Было показано Так как это детская сказка, ну так я и преподнесла А есть даже мультик Иностранный мультик, или даже он Наш, российский, я не помню И российский иностранный Там просто как-то сказка действительно Преподносится А набирали актеров маленького роста А ведь Хоббиты, они же маленькие А были абсолютно разные Добивались этой оптической иллюзии Нет, просто ходили на коленках Ну, мне там играли и 12-летние дети Они были сами по себе маленькие Хрупкого телосложения А гномов играли Девочки уже тоже невысокие Ну, такой плотненькой комплекции Так как, ну, все это подходило Если вам понадобится гендаль Серый Сядь, пожалуйста Обращайтесь, да Ну, у меня был такой вопрос Почему на иностранных языках Теперь я понял, да С тем, чтобы Возможно показываться где-то за рубежом И в связи с этим Вопрос Человек пришел Ну ладно, у него нет театрального Там никакого образования А он не знает языков И что тогда? Ничего страшного Я знаю языки То есть он просто открывает рот А любовь с кулюсами Это было бы неплохо Но, к сожалению, нет Мы с ними Ну, например Может быть у людей Появится желание Выучить эти языки Да, допустим Некоторые с какой-то Маленькой базы приходят Если же вообще полностью ноль То это воспринимается Как упражнение Например, Станиславского Вот Кару Мио Бен Где ты просто произносишь Всякую чепуху Но с определенной интонацией Потому что даже если вы Например, будете смотреть Иностранное кино Вы будете понимать В чем суть по интонации Актерам Их актерской игре Мимики Ну, минику в первую очередь Естественно Поэтому, как бы Это важное и упражнение Сразу же Моему коллективу Ну, как бы Я им просто прописываю Это все на русском Транслите Они заучивают Понимают смысл Того, что они говорят И это Правда, очень сильно развивает талант Ну, вот Юля не знает немецкий язык Она вот участвовала в постановке На немецком языке Юль, как это было? Расскажите Ну-ка, что вы там говорили? Я сейчас не вспомню Что я там говорила Но зато я знаю Один стишок На немецком языке Который мы выучили Это было достаточно Ну, это было сложно Еще у нас Потому что было много человек У нас было ограничение По времени Я помню, как мы все сидели В кружку И каждый подписывал За собой буковки Каждое ударение Там, если он слышит Е или Э Он пишет вместе Е Потом рядышком Э Мы все это проговариваем Медленно Вместе с Любой А потом уже Мы начинаем Это все заучивать Это было очень весело Ну, правда У всех были акценты Но это не особо важно, да? Главная интонация И мимика Да? Главная интонация И мимика А стишок-то можно услышать, нет? О, конечно же А чем это интересно? О чем это? Вас из нас Вас из нас, товарищи Это колобок Это колобок О, о И это песня колобка, да? Да, это песня колобка Так он убежал Бабушки и дедушки Класс Да, бабушка и дедушка Когда мы делали первый раз спектакль о Кориолане Я играла Кориолана То есть это взрослый мужчина-полководец Как бы, естественно, я очень далека от этого понимания Мне нужно было Образ я проработала Но мне надо было снять пластику тела Чтобы понимать, как двигать Все-таки мы физически отличаемся немного друг от друга И мне надо было делать упражнение тень Когда идешь на расстояние метра от человека Чтобы снимать его пластику Как он идет конкретно на шаги Это делаете на лис? Не, можно делать какие-то помещения Но у меня не было примера конкретного Не было еще у меня мальчика, актера И я вот пришла На остановку Дум Ленина Около Краевического музея До Литуали Это был мой путь Я выбирала цель себе Какого-то мужчину Такого более брутального И за ним шла на расстоянии метра Многие на меня оборачивались Наверное, это было очень забавно Мне было все равно Я была погружена в процесс Мне нужно было максимально перевоплотиться В полководца В общем, так они на меня смотрели И однажды Вот в пределах часа Это было Мужчина повернулся и спросил меня Единственное Он не убежал там А просто, зачем вы это делаете? Я ему объясняю Так, так, мне нужно для роли Самое неожиданное в этом то Что он сказал, конечно И мы 10 минут с ним походили Он даже поприсаживался Я с ним садилась, смотрела Какое отречивание Большое спасибо Если этот мужчина слушает Спасибо вам За понимание Твой дом Твоя область Новосибирск 106,2 FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok